Друзья и братья и сестры Пение и молитва, которые мы сейчас услышали, передают суть и дух той проповеди, которую вы сейчас услышите Вы обратили внимание на то, какую я избрал тему для своей проповеди Это уже третье искушение, потихонечку мы движемся вперед И вот мы пришли уже к третьему искушению Иисуса Христа Напомню, что мы идем по Евангелию от Луки, не Матфея Потому что в Евангелии от Матфея это было бы вторым искушением И также вторая часть темы это вера, вернее магия или вера Магия или вера И мне хотелось бы вначале прочитать эти несколько стихов, которые положены в основу проповеди Это Евангелие от Луки, 4 глава, стихи с 9 по 13 4 глава, стихи с 9 по 13 И вот что мы здесь читаем Рассказывается, говорится о дьяволе и Иисусе И повел, дьявол имеется ввиду, и повел его, Иисуса, в Иерусалим И поставил его на крыле храма и сказал ему Если ты сын Божий, бросься отсюда вниз Ибо написано, ангелам своим заповедует о тебе сохранить тебя И на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею Иисус сказал ему в ответ Сказано Не искушай Господа Бога твоего И окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени Или же до удобного случая Вы знаете, это, пожалуй, наиболее странное Из всех искушений Иисуса Христа Ведь Иисус уже не в детском возрасте Это дети не понимают, что такое высота Два годика, в три годика И Иисусу уже 30 лет Это взрослый мужчина И соблазнить его высотой И сказать, вот бросься вниз И продемонстрируй, что ты действительно сын Божий Кажется как-то странно На что дьявол рассчитывал? Может быть, он думал, что там у храма толпы паломников И они увидят вот это грандиозное шоу И что-то произойдет с ними И как-то они поверят Мессию Но едва ли Не предполагается, что здесь были толпы зевак Которые сбежались, чтобы посмотреть на какое-то шоу Но если не это Тогда что? Какой резон для такого одиозного предложения? Бросься вниз Находясь в искушениях Иисус уже дважды Ссылается на священное писание И парирует атаку дьявола Говоря, что написано Вот написано Не хлебом едином жив человек Или следующее искушение Написано Господу Богу твоему поклоняйся Ему одному служи И вот какой ход делает дьявол Он говорит Ну раз написано То И я хочу процитировать священное писание И дьявол тоже цитирует священное писание И это что-то новенькое Что-то необычное Представьте, как накануне этого искушения Дьявол думает Что же мне сделать теперь? Первый раз не получилось Сыграть на инстинкте голода Второй раз не получилось Когда я пытался разыграть Визуальную иллюзию Как же мне сейчас быть Чтобы Совратить Христа Столкнуть его в пропасть Ему приходит мысль А почему же не использовать для этого Его же оружие Оружие Иисуса То есть священное писание Но что взять из священного писания Чтобы подвести Иисуса к ловушке И захлопнуть ее И он смотрит на пятикнижие Смотрит на пророков Смотрит на псалмы И останавливает свое внимание На псалмах Но какой из них избрать один И что в этом одном псалме выбрать Чтобы сплести удавку Из строк этого псалма И набросить на шею Иисуса И затянуть ее Тысячи строк Бегут перед взором дьявола Но он останавливается на Нескольких строчках Из 90-го псалма Ангелом своим заповедует о тебе Сохранить тебя И на руках понесут тебя Да не приткнешься А камень Ногою твоею Именно эти слова берет дьявол В качестве Приманки Чтобы Иисус попался Чтобы захлопнуть капкан И чтобы Не дать ему Исполнить ту миссию Для которой он пришел И вот чтобы мы поняли все это Чтобы мы Как-то осознали Почему дьявол делает такой выбор И что Значил ответ Иисуса Мне хотелось бы прочесть Весь этот псалом Я знаю что это Едва ли не самый Любимый псалом для вас А может быть для кого-то Любимый псалом И вы Многие из вас знают его наизусть Хотя бы некоторые слова Из 90-го псалма Давайте мы его прочтем Что же здесь написано В синдальном переводе Живущий под кровом Всевышнего Под сенью Всемогущего Покоится Говорит Господу Прибежище мое И защита моя Бог мой На которого я уповаю Он избавит тебя От сети ловца От гибельной язвы Перьями своими Осенит тебя И под крыльями Его будешь безопасен Щит и ограждение Истина его Не убоишься ужасов В ночи Стрелы летящей днем Язвы, ходящие во мраке Заразы, опустошающие в полдень Падут подле тебя тысячи И десять тысяч Одесную тебя Но к тебе Не приблизиться Только смотреть будешь Очами твоими И видеть возмездие нечестивым Ибо ты сказал Господь Упование Мое Всевышнего избрал Ты прибежищем твоим Не переключится тебе зло И язва не приблизится К жилищу твоему Ибо ангелам своим Заповедят о тебе Охранят тебя На всех путях твоих На руках понесут тебя Да не приткнешься Камень ногою твоею На Аспида и Василиска Наступишь Попирать будешь Льва и дракона За то, что он Возлюбил меня Избавлю его Защищу его Потому что он Познал имя мое Воззовет ко мне И услышу его С ним я в скорби Избавлю его И прославлю его Долготой дней Насыщу его И явлю ему Спасение Мое Как вам этот Псалом? У вас не вырастают Крылья Вы как-то так сидите Я не вижу Ваших крыльев У меня вырастают Крылья Когда я читаю Этот Псалом Потому что Потому что В нем Столько энергии Столько обетований Столько сил Столько заверений Что Не в каждом Далеко не в каждом Псалме Вы встретите Это И вот Надо же Да Говорится И днем и ночью Среди врагов И эпидемий Среди ядовитых Змей И хищных Животных В доме И на поле Сражения Везде Где бы ни оказался Уповающий на Бога Человек Ему нечего бояться Потому что Он сказал Господь Упование Мое Вот такой основной посыл Этого Псалма И Давайте теперь Чтобы нам еще Лучше Понять Вот ту силу И Силу обетований Божьих Которые содержатся Здесь Давайте посмотрим На историю Истолкования Этого Псалма В веках Как люди Вообще смотрели На этот Псалом Приведу лишь Некоторые Факты Из очень Продолжительной Живой И интересной Истории Истории Прорастания Этого Псалма В сознании Людей Целых Религиозных Систем Конфессий И Даже Целых Народов И вот Мириад Интерпретаций Которые есть Потому что У каждого Свой Отзвук Который Находит Псалом В его сердце И вот Среди Мириадов Интерпретаций Выделяются Две основные Группы Которые Можно Назвать Так Первая Это Магическая Интерпретация Группа Магической Магическое Истолкование А вторая Группа Это Пророческое Истолкование Но Пророческое В смысле Обещание И исполнение Обещания Как Господство Над Силами Тьмы И вот Что Пишут Исследователи Что они Вообще Поднимают На поверхность Когда Изучают Этот Псалом Сквозь Призму Веков Еще В дохристианскую Эпоху В этом Псалме Видели Едва Ли Не самое Надежное Средство Защиты От бесов Люди Жили В страхах Людям Все Мерещилось У людей Научные Познания Были Очень Ограниченными Были Люди Очень Суеверными Не имели Образования Не умели Читать Не умели Писать Много Чего Не умели Не знали Поэтому Любое Неизъяснимое Явление Наводило Ужас И страх На людей Красное Алое Солнце Выкатывающееся Или Затмение Солнца Или затмение Луны Или еще Какие-то Природные Явления Наводили На людей Ужас И поэтому Они Хватались За любые Возможности За любые Какие-то Надежные Опоры Чтобы Утвердиться В этом Чтобы почувствовать Что Бог Их не оставил Что Он С ними И вот это Была одна Из таких Опор 90-й Псалом Кроме того Считалось Что строки Этого Псалма Служат В качестве Вербальных Оберег От разных Зла и бесовского Влияния Так это Понимали Уже Члены Кумранской Общины Современники Иисуса Очень рано Появилась Практика Прочитывать Этот Псалом Каждый Вечер Перед Отходом Ко сну И может быть И вы Это Делаете Когда Ваш Ребенок Свистит Вьюга Ветер Или там Холодно И Папа Уехал И мама Куда-то Отошла И вот Ребеночек Один Возвращается Не бойся Сыночек И она Ему Читает Как колыбельную Божественную Колыбельную И утешает Его словами Этого Псалма Вот эта Практика Появилась Достаточно Рано Кроме того Постепенно Псалом Вошел В литургическую Традицию И иудеев И христиан Все Использовали Потенциал Этого Псалма Чтобы Снова Прочитывать Его На больших Литургических Собраниях Далее По одной Из легенд Когда Думали Кто же Написал Этот Псалом Потому что Авторство Непонятно Тогда Смотрели На предыдущий Псалом 89 Который Был написан Моисеем И думали Они написали И этот Псалом Моисей И возникла Такая легенда Что Моисей Написал Этот Псалом По пути На небеса После того Как Господь Его воскресил То вот Сражаясь С силами Зла На пути В Царство Небесное Фактическое Не абстрактное Моисей Сочинял Этот Псалом И пробился Через тьму Космическую Тьму Через все Бесовские Воздействия Пробился И дошел До Царствия Божьего И Господь Принял его В своих Обителях Далее В средневековом Иудаизме Вплоть до 17 века Псалом Использовался В практиках Изгнания Бесов Нередко Его читали Над неизлечимо Больным Человеком Далее Обычай Предписывал Чтобы на похоронах Еврейских На еврейских По пути К кладбищу Процессия Останавливалась Три раза Или семь раз И каждый раз При остановке Прочитывала Целиком Этот псалом Живущий Под кровом Всевышнего Под сенью Всемогущего Покоится И до конца То есть Людям нужна Поддержка Они прощаются С самым близким Дорогим Человеком Они отправляют Его куда-то В неизвестность На тот берег С которого Никто не возвращался И им страшно Как и нам Сегодня И вот чтобы Укрепиться Они читали Этот псалом Далее По словам Археологов Было найдено В общей сложности Около Восьмидесяти Предметов Древности Содержащих Отдельные Изречения Из этого псалма И чаще всего Написано Они были На каких-то Амулетах Использовавшихся В магических Практиках Кроме того Слова из этого псалма Были найдены На перемычках Дверей и Окон В Сирии И на Кипре Примерно Шестой век Нашей эры На саркофагах На кольцах На чашах Не говоря уже О фресках Древних церквей В испанском Городе Жирона На нескольких Саркофагах Были найдены Относящиеся К четвертому веку Изображения Христа Попирающего Льва И дракона И вот Христос Попирающий Льва и дракона То есть изображение Как графическое Воспроизведение Вот этой строчки Из 13 стиха Где написано Что попирать Попирать Будешь Льва и дракона И вот эту силу Попирать льва и дракона Или змею Приписывали уже Христу Как победителю И поэтому Христа изображали На саркофагах И таким образом Выражали Своё упование В Боге В Иисусе Христе Кроме того Очень широко Цитировали слова Этого псалма Христиане Ранне византийского Периода Они даже делали Нарукавные повязки Вшивая в них Строки Из этого псалма Что же касается Пророческой интерпретации То смотрите Какой она Интересный смысл Получила Императоры Папы Римские Патриархи Для того Чтобы Застолбить Какую-то победу Военную Или идеологическую Над своими врагами Брали отрывки Из этого псалма И прописывали их На колоннах Церквей Храмов И дворцов Таким образом Они отождествляли Себя С Божественными Правителями И если Бог Даровал победу Кто же еще может Дать победу Если не Бог То я должен Выразить Благодарность Ему И визуально Изобразить Эту победу Это уже все в христианскую эпоху Как вы понимаете Как Изобразив Христа Попирающего льва и дракона Но на самом деле За этим образом Стою я Потому что Я царь Или я папа Или я патриарх Который добился Этой победы Во время чумы Это еще одна версия Во время чумы Охватившей Европу В 16 веке Известный деятель Протестантской реформации По имени Андреас Азиандер Живший в Нюрнберге В 1533 году Это как раз был Пик чумы Написал На этот псалом Проповедь И смысл проповеди Вот было в чем Дело в том Что это еще Ну фактически Как Уже и не средние века Но очень много Средневекового В мышлении людей Очень много Суеверного И когда Видели что чума Косит Людей Тысячи Тысячи Семьи выкашивает То естественно люди боялись Заботиться О Больных О тех Кто умирал И все что они делали Это прочитывали Этот псалом И вот этот протестантский пастор Теолог Один из Видных В протестантизме Пишет проповедь И говорит Ошибка Выступает Резко против Магического Использования Слова этого Псалма И вместо этого Призывает к тому Чтобы заботиться О ближних Чтобы любить Ближних И помогать Ближним А не Надеяться На магическое Прочтение Псалма И потом как будто бы Руки и вымыл И ушел А что с ним Что с больным Как он там дальше Нужна ли ему какая-то помощь Это уже Мне Не интересно И вот он восстал Против этого И его проповедь Пользовалась таким успехом Что ее перевели На целый ряд Европейских языков И в течение Несколько Последующих веков Всякий раз Когда вспыхивала Чума В каком-то городе Читали эту проповедь Чтобы учить людей Как вести себя В обстоятельствах Свирепствующей Чумы Ну а теперь Мы пришли К русской Духовной традиции Здесь у 90-го псалма Вообще Особая судьба Особенно в 20-м веке Потому что 20-й век Как Мальдельштам Его назвал Век волкодав Столько жизни Переломано Столько судеб Исковеркано Столько Жертв Столько несчастья Столько бедствий Такие масштабы Что Это невозможно Это не подается Никаким описанием Это Даже статистика Не выдерживает Вот этих всех данных А взять только одну судьбу И вы сразу думаете О своих родных Бабушках Прабабушках Дедушках Прадедушках И очень мало хорошего В этих глобальных Потрясениях Через которые пришлось Пройти Нашим предшественникам Ну и кому-то даже Из присутствующих здесь Или слушающих Сейчас По прямой трансляции Так вот Никакой другой псалом Из псалтыря Не получил столько Внимания Со стороны русских людей Как этот псалом Можно даже найти сайт Куда люди Присылают Рассказы О том Как Исполнились слова Этого псалома И они Рассказывают Рассказывают Самые разные случаи Множество разных случаев Какую роль сыграл Этот псалом В их жизни И В народе В нашем народе Этот псалом Получил название Даже такое народное Живые помощи Живые помощи Да И люди не очень знают Что такое Ветхий завет И что такое Вообще завет И И много чего не знают Но когда ты говоришь Живые помощи То они сразу так Да-да-да-да-да-да Сразу слышат Бабушку Дедушку Маму Или еще кого-то Да Сразу узнают Живые помощи В народе Очень хорошо это Понимают Особенно Матери и солдаты Матери и солдаты Потому что Много рассказов Связаны с войной Искали опору И нередко Именно этот 90-й псалом Служил такой опорой Почти талисманом Его зашивали В подкладку шинели В гимнастерку Заучивали наизусть Думая таким образом Обезопасить себя Идет человек на войну Что маме дать ему с собой Идет сын на войну Что ему дать с собой И она дает ему этот псалом Она пишет для него Слова этого псалма Она вшивает ему гимнастерку Она говорит Храни его Помни его Выучи его наизусть И этот псалом тебя сбережет Вот так русские люди Относились к этому Но не только русские Я имею в виду вот вообще В таком обобщенном смысле В 20 веке И можно понять это Потому что Религиозного образования Фактически не было Как такового И чтобы хоть как-то донести Какие-то духовные истины Дать какую-то опору Люди использовали 90 псалом Для этой цели И вот как железо Устремляется к магниту Так и человек Живущий в страхе Перед разрушительными Стихиями мира На подсознательном уровне Ищет Опору И обращается К этому псалму Задумайтесь В 16 стихах Больше 20 обещаний Больше 20 заверений Самые насыщенные Прямо как Извергающийся вулкан По вот этой энергии По силе По обетованиям Кажется что если читать Этот псалом Вообще Можно не есть Не пить Не спать И этот псалом Тебя вообще Переведет в вечность Как мостик в вечность Вы только послушайте Да что в этом псаломе Если так вдуматься Ну вот сейчас Я приведу вам один рассказ Послушайте Я родился 4 февраля 1942 года В Москве Рассказывает Мужчина Моя мама Анастасия Ивановна Умерла Когда мне не было И года У нее был порог сердца Ей было 22 года Папу забрали на фронт В августе 1941 Погиб он в 1944 И воспитывал меня Мой дедушка Павел Степанович И его сестра Я ее называл Тетей Раей От мамы Вот сейчас послушайте От мамы У меня остались Только две вещи Фотография Где Они с отцом Как раз в день знакомства Молодые Веселые Влюбленные Это был апрель 1941 года И вторая вещь Листок с молитвой Живый В помощи Вышнего Этот листок С молитвой Тетя Обернув Платочек Пришивала мне К безрукавки Когда она ее стирала Она отпарывала Платочек с молитвой А потом опять Пришивала Когда я подрос Тетка заставила меня Выучить молитву наизусть Рос я дворовым Уличным И мамина молитва Я считаю Меня не раз спасала Послевоенные дети Мы были очень рисковые И гранаты держали И патроны У меня например Целый арсенал был Это считалось шиком Один пацан со двора Так и погиб Случались серьезные драки С кастетами Ножами Но ничего Бог миловал Многих ребят В сущности неплохих Затянуло воровство И хотя я рос Без родителей Но даже институт Закончил Молитва Меня Хранила Живый В помощи Вышнего В крови Бога Небесного Во дворице Когда я был уже взрослым Этот полуистлевший Листок куда-то задевался Я поискал Поискал И забыл о нем А однажды Через годы И он сам нашелся Выпал из книги И я его в карман положил В тот день Поехали в командировку В Орел Ехали мы в машине Втроем И ночью случилась авария Мои товарищи погибли А мне ничего Леонид Петрович Мозганов Вот такой рассказ Вот такая истина Человека Которую он пережил В связи с этим псалмом И собственной судьбой Не чьей-то А его собственной И у меня Нет никакого права судить Чей бы то ни был Духовный опыт Таких и похожих Рассказов очень много В нашем народе И есть здесь нечто Схожее с практикой Носить Нательный крестик В качестве Некого талисмана И вот находясь Перед лицом смерти Человек как бы Хватается за последнюю надежду И вот за обещание Этого псалма И повторяет Живые помощи Чтобы они Оградили его От бедствия И от смерти Но какой вере На самом деле Учит священное писание В качестве идеала Взаимоотношений Человека И Бога Хотя Искушение Прибегнуть К магическому Очень велико Чтобы опереться На магическую силу В самих словах Которая содержится В самих словах И человек думает Если я повторю это Несколько раз Много раз Выучу Если я буду только это повторять Вот сами эти слова Меня обязательно Сохранят И спасут Вот это Короткий обзор Интерпретации 90-го псалма В иудейской Христианской Традиции И Он понадобился Для того Чтобы продемонстрировать Тот духовно Оградительный Потенциал Который Содержится В нем В Евангелии От Луки Этот псалм Цитируется еще один раз Причем самим Иисусом Христом Когда он оставлял 70 учеников На проповедь То он им сказал Такие слова В качестве напутствия Он говорит Все даю вам власть Наступать на змей И скорпионов И на всю силу Вражью И ничто Не повредит вам Это фактически Строки Из 90-го псалма И вот теперь Надо же такому Случиться По иронии Самый Анти Бесовский Самый Много Обещающий Псалом Берет На вооружение Дьявол И свое Орудие Из этого Псалма Нацеливает На Иисуса Христа И вот здесь Разыгрывается Уже Богословская Драма Дьявол В мантии Профессора Теологии Читает Священное Писание И говорит Иисус Вот я читаю Здесь написано Ничто Не повредит Тебе Не Не приткнешься Ногою Твою Ангелом Своим Господь Заповедует И спасут Тебя И понесут Тебя На руках Своих И вот Чья Интерпретация Правильная Две Интерпретации Чья Правильная Ту Которую Предлагает Дьявол Или Какая-то Другая Как и В двух Других Предыдущих Случаях Здесь тоже Можно расширить Этот диалог И Привести Такие Смыслы Тоже Которые Присутствуют Здесь Дьявол Говорит Христу Если Ты Сын Божий Бросься Вниз Если Ты Такой Верующий Если Для Тебя Главное То Что Написано То Подтверди Это Написано Же Что Не Приткнешься Ногою Твоею Первый Раз Ты Отказался Помочь Себе Сам Второй Раз Ты Отказался Чтобы Помог Тебе Я Так Пусть Теперь Тебе Поможет Твой Бог Который Сказал Что Ты Не Приткнешься Ногою Твоей Ведь Ты Сын Его Разве Отец Не Поможет Сыну Своему Ну Давай Прыгай Иисус Говорит Не Искушай Господа Бога Твоего И больше Они ни о чем Не разговаривали Искуситель Отступил И потом Уже Искал Другого Более удобного Случа Интересно Что Ученики Ведь Не только У Иисуса Ученики Потом Появились У дьявола Тоже Ученики И были И остаются И вот Ученики Дьявола Очень часто Прибегали Именно к этому Способу Когда подходили К Иисусу И говорили А вот В законе Моисея Написано И раскладывали Сети А вот У одного Человека Была Жена Ну Умерла Он женился Второй Раз Вернее Умер Умер он Умер муж Простите И Тогда брат Должен был Жениться на ней Ну и так далее И говорят Говорят потом А как ты выкручиваешься Теперь То есть Как понять Это все То есть Священное Писание В циничных Целях Используется Для того Чтобы Совратить Мессию И отвести Его В сторону От исполнения Мессии Вот что же Мы должны Понять В ответе Иисуса Я хочу Чтобы вы Проследили Здесь Такую цепочку Иисус Цитирует Книгу Второзакония Потому что Слова Не искушай Господа Бога твоего Содержатся Книги Второзакония Когда мы Читаем Книгу Второзакония То там Есть еще Такая Приписка Не искушайте Господа Бога Вашего Как вы Искушали Его В Мереве Или В массе Что это Такое Тогда мы Читаем Книгу Исход В книге Исход В 17 главе Рассказывается О том Как Израильтяне Шли По пустыне Не было Воды В пустыне И они Подняли Ропот На Моисея И на Бога И вот Когда они Роптали Они Говорили Они Говорили Есть Ли Господь Среди Нас Или Нет То есть Получается Что Искушать Бога Значит Подвергать Сомнению Его Присутствие Искушать Бога Значит Подталкивать Его К тому Чтобы Он Как-то Открыл Себя Так Чтобы Для Человека Стало Действительно Явно Что Бог С Ним Кроме Того Искушать Бога Значит Винить Его В том Что Он Является Источником Этих Страданий Потому Что Израильтяне Говорят Мы Жили В Египте Без Бога А Здесь Говорят Что У нас Была Вода А Здесь Нам Говорят Что Мы С Богом Но У нас Даже Воды Нет Получается Где Бог Там Нет Воды Как Же Так Противоречие И Тогда Они Готовы Были Даже Убить Моисея Побить Его Камнями И Вот Теперь Третье Искушение Христа Открывается Нам Вином Свете Скажите Пожалуйста Подумайте Легко Ли Было Иисусу Отказаться От Предложения Дьявола Броситься Вниз Не Надо Вслух Говорить Просто Подумайте Легко Ли Было Иисусу Отказаться Вот Если Вы Скажете Да Легко Какой Нормальный Человек В здравом Уме Сделает Это Тогда Получается Что Дьявол Не Умен И Получается Что Он Очень Примитивно Попытался Искусить Христа Если Ответить Отрицательно То Что Было Трудно Не Сделать Этого Тогда Нужно Разобраться А Почему Это Было Трудно Вот Подсказка Подсказка Находится В другом Евангелии Евангелии От Матфея И вот В чем Она заключается Очень Такой Интересный Эпизод Помните Когда Иисуса Уже Арестовали И Петр Решил Проявить Свой мужской Характер И Кинжалом Отсекает Ухо Одному Из Рабов Первосвященника Иисус Его Останавливает И говорит Такие слова Вложи Нож Твой На свое Место Ибо Всякий Кто С ножом Идет Или То Одно Жа И Погибнет И Дальше Вот Теперь Послушайте Внимательно Или Думаешь Ты Что Я Не Могу Воззвать К отцу Моему И Он Не Пошлет Мне Тот Час Больше Чем Двенадцать Легионов Ангелов Вот Теперь Скажите Что Было Иисусу Легче В Этих Обстоятельствах Воззвать К отцу Чтобы он Послал Более Двенадцати Легионов Ангелов На выручку Иисусу Потому что он Был арестован Или Пойти На смерть И Дальше он Говорит Но Как же Тогда Исполнится Предсказанному В писании Что Все Это Должно Произойти Так Что Было Легче Возвать К отцу И получить От него Помощь В виде Двенадцати Легионов Ангелов Или Не Делать Этого И Вдумайтесь Какой Иисус Произносит Аргумент Он Говорит А как же Это Должно Исполниться Писание Что Все Это Должно Произойти Получается Что Иисус Перед Выбором Есть Одна Интерпретация Священного Писания Что Он Должен Умереть Есть Другая Интерпретация Священного Писания Что Он Должен Жить Если Считать Девяностое Псалом И Он Причем Говорит Сам Это Что И ты Думаешь Говорит Я не могу Возвать К отцу Моему И он Пришлет Мне Ангелов И они Меня Спасут Я могу Это Сделать И мой Отец Сделает Это И Откликнется На Мою Молитву Получается Иисус Перед Выбором Между Двумя Интерпретациями И между Двумя Волями Вот С этим Нужно Нам Тоже Разобраться Суть Первой Интерпретации Провокация А Суть Второй Послушание Воли Божьей Провокация Была В том Чтобы Совершить Опрометчивый Поступок И тем Самым Поставить Бога Перед Фактом Я Падаю А Ты Выручай И Это Было Легче Сделать Чем Сказать Нет Я Иду На Крест Впоследствии В более Завулированной Форме Дьявол Снова Прибегнет Именно К этому Искушению Когда Иисус Уже Был На Кресте То Трижды Он Слышит Если Ты Сын Божий Опять Как и В пустыне Если Ты Сын Божий Садись Креста Если Ты Царь Иудейский Спаси Себя Самого Если Ты Сын Божий Спаси Себя И Нас Это Разбойник Говорит Во Время Искушения Иисус Трижды Говорит Нет Нет И Нет И Теперь Он На Кресте Слышит Противоположное Не Бросайся Вниз Зачем Тебе Умирать Спаси Себя Тоже Отказывается Чье же Объяснение Священное Писание Вернее Предложенное Дьяволом Или Предложенное И Осуществленное Христом Где Скрывается Сила Избавления В Букве Или Во Христе Какая Воля Божья Служит Вам Ориентиром Та Что Выражена В Священном Писании Или Та Которую Вы По Собственному Желанию И По Собственной Воле Выпрашивайте Себе У Бога И Вот так Мы пришли К развязке На Голгофе Иисус Все же Делает Шаг В Пропасть Он Делает Этот Шаг В Пропасть Когда Отказывается Сойти С креста И Жизни Предпочитает Смерть Но Не Ангелы Понесли Его На руках Люди Понесли Его На руках Люди Сняли С креста Его Мертвое Тело И Понесли На руках И Положили Во гробе А вот Свой Дух Он Одал Отцу Когда В последней Молитве Произнес Отче В руки Твои Предают Дух Мой И Это Слова Из Тридцатого Псалма Из Того Самого Псалма В котором Человек Молится Богу И Говорит Будь Мне Каменную Твердынью Домом Прибежище Чтобы Спасти Меня Ты Каменная Гора Моя И Ограда Моя Ты Крепость Моя Яви Светлое Лицо Мое Рабу Твоему Спаси Меня Милостью Твоей То есть Тоже Псалом Заряженный Многочисленными Обетованиями О божественном Избавлении А Иисус Берет только Эту строчку В руки Твои Предают Дух Мой Тело Отдает Людям А Дух Богу И вот Заслуга Христа В том Какое Объяснение Он дал И Тридцатому Псалму И Девяностому Псалму Слова Незыблемого Упования И надежды На спасение Произнес Тот Кто умирал И не был спасен Умирал И не был избавлен От смерти Кто мог Возвать К Богу За помощью Но не Возвал И даже Сказал Для чего Ты оставил Меня Иисус Отказался От магического Использования Слова Божьего И предпочел Этому Полное доверие Воли Своего Отца И вот Вывод Который Напрашивается Во Христе И Иисусе Ветхозаветные Обетования О спасении Приобретают Иной смысл Теперь Не они Служат Гарантиями Спасения А Христос В Котором Все обетования Божьи Да И аминь Как пишет Павел 2 Коринфянам 1.20 Что во Христе Все обетования Божьи Да И аминь Таким образом Верующий Человек Не под себя Подыскивает Обещания И Слова Божьего Но идет В противоположном Направлении Когда Себя Вписывает Волю Божью Святую Угодную Совершенную Какой бы Развязка Это ему Не грозило И вот Это тяжело Все По-человечески Но очень Благословенно Потому что Именно такова Воля Божья Урок Исказанного Урок Такой Искушать Бога Значит Говорить Ему Объявись Прямо Сейчас Когда Мне Невыносимо Трудно И вот Как настойчиво И последовательно Это отказывался Сделать Иисус Так же Настойчиво И последовательно Должны Отказываться Это делать И мы Обетование Слова Божьего Приобретают Иной смысл Когда мы Слышим их Во Христе Когда мы Смотрим на то Как они Исполнились В его жизни Его смерти И его воскресении Искушать Бога Значит Подвергать Сомнению Его присутствия И говорить Так Есть Он Среди Нас Или Нет Как раз Я Подошел К словам Послушайте Каким Эпицентр Боли На котором Свойственно Сосредоточиваться Простым Смертным Это Тело Это Тело То есть Нервная Система Сигнализирующая Человеку О боли Находится В его теле А не В его Духе И вот Как правило Мы Склонны Драматизировать Все Что Относится К телу И Недооценивая То Что Относится К духу Но Иисус Учит Другому И вот Что Можно Услышать Из Его Духовного Урока Смотрите В чьих Руках Находится Ваш Дух Бодрствуйте Не Приносите Дух В жертву Телу Подчините Тело Духу А Дух Мне Именно Это Я сделал На кресте Проложил Для вас Путь Доверия Богу К Отцу Моему И Отцу Вашему Будьте Терпеливы В страданиях Не теряйте Рассудительности Не искушайте Отца Ни своим Ропотом Ни своим Горячим Желанием Что-то Сделать По-своему Ни попытками Магически Воздействовать На него Помните Что Обетование Слова Божьего Это Не мантры Для пробуждения Спящего Глухого Или Слепого Божества Но Указатели На меня На мой Путь И мою Победу Над грехом И смертью Если бы это было не так Я никогда не сказал бы вам Не бойтесь Убивающих тело И никогда не призвал бы вас К бодрствованию И молитве Чтобы не впасть В искушение Дух бодр Плоть Же Немощна Не читайте Священные Писания Так Чтобы Обетование Слышать А меня Нет Не искушайте Господа Бога вашего Но Исполняйте Волю его Не говорите Есть ли Господь Среди нас Или нет Разве не сказал я вам Сея с вами Во все дни До скончания века Любите Отца Вашего Небесного И твердо храните Заповеди Его И кто мне служит Мне Да последует Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому